всем привет сегодня я расскажу вам о том как можно впасть в немилость написал конструктивный комментарий человеку либо же как немножечко неправильная подача информации может погубить просто имидж и растение других людей дело вот в чем есть в ю тубе недавно выложены все эти ролик полиной козловой про дезинфекцию сада про дезинфекцию роз где она говорит что если у вас болеют розы если них вот так вот желтеет листва падает все усыпано там у меня тоже в этих зарослях действительно много очень сухих опавших листьев видно там было видно листьев опавших достаточно много эти листики у моей больной фламентанс которая просто неизлечима я уже не знаю что с ней делать здесь и признаки ложной мучнистой росы и септериоза ну в общем то непонятно чем ее лечить эта проблема такая мы о ней уже говорили кто не помнит даю ссылочку верху экрана вот но дело вот в чем дело в том что розы страдают розы желтеют облетают они болеют вот видите это все будет облетать вот эти вот листики пораженные это все будет облетать вот сильно повреждены и значит полина козлова говорит что кстати от клеща обрабатывала тут и не видно клеща но вот оно чем-то даже похоже на паутины клещ и вот полина козлова говорит что нужно вот это вот все сейчас в это время это у нас сентябрь взять и обработать железным купоросом 400 450 грамм на 10 литров воды ребятки я написала ей что этот способ годится только для поздней осенней обработки когда розы мы уже готовим к укрытию когда уже рядом особо нет растений этот купорос ни на что не попадет ничего не сожжет и в принципе те листики которые еще здоровые более-менее остаются на розе он если и повредит то это не страшно потому что впереди только зима и ничего более честно говоря реакцию полины козлова я не поняла меня обвинили в том что я не внимательно и вообще некомпетентно ну как бы все я вообще лезу как бы иными словами вот на что я ответила что ну как бы только мой опыт личный почему почему вдруг не дослушала невнимательный или еще что то если на канале действительно очень много вопросов они повредит ли это розам если это делать сейчас то повредит и многие люди поняли полину козлову точно так же как я что нужно делать это сейчас она же говорит что нужно делать сейчас если только у вас роза облетела до роза никогда полностью не облетит я таких роз ну единицы видела в своей жизни чтобы так они были запущены вот и даже если роза сейчас облетела полностью вся полностью вся лысая не цветочка не листочка ничего то сейчас этот метод тоже опасен сейчас еще например вот у нас в украине а тем более там у них в крыму еще точно будет месяца два тепла когда роза успеет дать новые листики а железным купоросом просто сожгутся все почки ну как сожгутся все вот эти молоденькие проклюнутые почки которые вот уже сейчас набухли и сейчас раскрываются лопаются они просто сожгутся зачем это зачем травмировать лишний раз розу вот железный купорос я считаю что это обработка только позднее осенние вот только такая искореняющая и не нужно его сейчас применять на розах после всей всей этой катавасии полина козлова написала мне ищите другую площадку для продвижения своего канала ну вот честно говорю я не понимаю такой реакции потому что комментарий конструктивен комментарии от человека который постоянно пользуется железным купоросом поздней осенью который знает что бывает поверьте мне девочки ни в коем случае сейчас никто не должен обрабатывать розы железным купоросом только если у вас не будет через неделю две заморозков вот только в том случае если у вас зима на носу это может быть это там я не знаю наверно в тех краях и розы не растут где через две недели заморозки вот только в том случае если у вас скоро заморозки тогда вы можете обработать розы железным купоросом сейчас есть гораздо больше есть гораздо более эффективные средства хорошие фунгициды которые помогут справиться с заболеваниями возможно какую-то сделать поддерживающую такую профилактическую обработку можно чтобы заболевания не распространялись их приостановить но вот фламентанс у меня болеет постоянно и я уже подумываю и и выбросить у меня два куста один огромный кустище второй вот этот поменьше честно скажу я устала с этим всем бороться но даже у меня не мелькнула мысль сейчас взять и вот просто все сжечь напалмом железного купороса поэтому не вздумайте прошу вас и умоляю потом будете жаловаться что мы послушали полину козлову сделали и просто испортили розы и все что под ним таких таких комментариев а не повредит ли это розе не парлить ли это растением рядом и там полно человек говорит мне найдите место для продвижения другой площадке вот видите хотелось как лучше хотелось помочь хотелось нести конструктив а оказалось что никому это нафиг не надо это воспринимается как конкуренция и как еще что-то там не знаю как какие-то нападки на нее никаких нападок никакой конкуренции продвижением по чужим каналам не занимаюсь но получается так что любое моё конструктивное замечание воспринимается как действительно как скандал по этому тему скандального разоводства продолжаю и нафиг будут еще долго продолжать хотя прекрасно отношусь и к полине козловой к другим блогерам до занимайтесь да пожалуйста да опыт у вас есть конечно я не претендую там на из на истину в первой инстанции не претендую занять там ваши места ваши забрать ваших подписчиков господи это все настолько не хочу говорить примитивно но это так я считаю что розы это единственный язык и единственное что действительно способны связать зачем же делать так чтобы розы нас разъединяли и нас как-то ввергали в склоки не понимаю и никогда не пойму все должно быть мирно а получается пока только по скандалу вот как-то так почему-то мои слова не хотят воспринимать как конструктивную критику но меня это честно говоря особо не волнует меня это как-то только забавляет поэтому я вам сказала железный купорос ни в коем случае он реально сжигает листву если листва какая-то останется она будет висеть черной отходить розы будет долго только поздней осенью перед заморозками недели за две за три до заморозков таких уже до морозов хороших не то что до заморозков заморозки могут быть вот и сейчас там через недельку-две вот именно за неделю-две до хороших морозов до устойчивых до устойчивой зимней погоды перед укрытием мы раз обязательно обрабатываем железным купоросом кто-то уже говорит что железный купорос это прошлый век не нужно его давать розам он действительно очень такой не очень щадящий препараты очень жесткий очень нельзя не знаю можно ли сказать слово токсичный но может быть для живых организмов и токсичный вот пусть ваши розы будут здоровы не болеют пусть ваши розы всегда вас радуют и никогда не разъединяют с вашими подругами друзьями пусть розы только станут объединяющим звеном на этом пожалуй буду заканчивать всех благ прекрасного цветения и отличной зимовки про железный купорос не забываем и осторожно используем на своих розах